Где-то в году 95-96 мой муж по предложению господина Букингольца вложил большую сумму денег в ресторан и казино «Империал». Береги посыкал, пока находится данное помещение. Но, тем не менее, отношения были у них хорошие, но тайные достаточно. Встречи происходили в моем офисе. У меня была тогда аптека «Валдемара-75». Там они встречались инкогнито, скажем так. Значит, какое-то время существовало это казино, но, видимо, это были не очень удачно вложенные деньги или по каким-то причинам мне неизвестно. Проект этот распался, и господин Букингольц остался должен деньги. Долг он не отрицал. Я так понимаю, что еще при жизни мужа частично рассчитался. И вот он меня спросил, буду ли я интересоваться у Полковникова по поводу этих денег. Я ему сказала «да». Вот. Причем при этом он упомянул, что Иван Харитонов тоже в курсе сделки. С Иваном Харитоновым я имела беседу, он понятия не имеет об этой сделке. С полковником я не говорила, потому что я боюсь. И хочу заявить, что если со мной что-то случится, кроме господина Букингольца, ниоткуда беты мне ждать не приходится. Потому что это единственные деньги, о которых я знала, куда вложены были мои мужем. И единственные деньги, на которые я рассчитывала получить, и которые господин Букингольц по неизвестным для меня причинам отдал посторонним для меня человеку. Ну, я спросила, почему. Он сказал, что Юрий, значит, что оказывается, этот бизнес-план обсуждался не только с моим мужем, о чем я первый раз услышала, но и с Юрием Полковниковым. Хотя, по моей информации, Юрий Полковников в те годы в Латвии вообще не находился он, потому что он разыскался следственными органами. Поэтому я не очень понимаю, где и как была состояться беседа. При продаже права аренды на это помещение Юрий Полковников должен был еще... Ну, эта цифра уже в слух была. Запись этой беседы у меня имеется. При продаже права аренды, которые рассчитывали непорядка 200 тысяч продать со своим бухгалтером, это они мне сказали, Юрий Полковников получал бы еще 20%.